Я жалею тех, кто вступает в брак, потому что это связано с оскорбями. Я же налево-то не хожу, ну выпил я. Да чтоб я водку на бабу променял, да никогда. Это уже супружеская измена. Мы-то с вами думали, что это когда муж переспал с другой женщиной, что ли? Сходил налево? Нет, это очень отдаленные последствия. Это уже осложнение. Подружки прямо так скажут, а ты ему отомсти. Вот ты поди. Я же сам неверный. Я же знаю, что я неверный. При первой возможности я это сделаю. Так она такая же, наверное. Святые отцы нас предупреждают, если женщина развратится, никому не спастись. Уж если женщина развратится, то все. Туши свет. Мы с вами в Центре преодоления зависимости «Подвижник». Передо мной наши воспитанники. У нас очередное занятие. И я, как всегда, спрашиваю, нет ли каких-то вопросов перед тем, как мы начнем новую тему. Есть какие-то вопросы? Нет. У меня есть вопросы. У нас была тема по поводу «Не убей». Да. И вот такой вопрос. Если человек принимает наркотики и алкоголь, он получается тоже в убийстве, только в своем же. Ну, конечно, ведь самоубийство – это не только тогда, когда человек отравился какими-то ядами специально. Не только тогда, когда он повесился, застрелился или что-то еще сделал. Такая одноразовая акция. Раз и все. Был, человек и нет. Нет. Вся жизнь человека может превратиться в самоубийство. Человек может воспринять самоубийство на образ жизни. И тогда вся жизнь становится самоубийством. И нас, христианство, об этом предупреждает. Вот та система реабилитации, которой мы с вами занимаемся, она имеет это в виду. Когда человек, начиная чем-то злоупотреблять, он встает на путь утраты жизнеспособности. И когда-то он становится нежизнеспособным именно из-за злоупотребления, которое он себе позволял. Корень слова – зло. И если человек здесь являлся носителем какого-то зла, выразителем его, да еще и сеял его вокруг себя, потому что человек одержимый какой-то страстью, он становится опасным для окружающих. Но тогда он, как существо вменяемое, он и здесь несет ответственность за то, что он делает. Мы даже знаем, что если человек совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, этим он усугубляет свою вину. То же самое будет и на страшном суде. Еще вопросы, пожалуйста. Хорошо, давайте будем тогда двигаться дальше. Какая у нас следующая заповедь, кто помнит? Не прелюбодействуй. Казалось бы, какая связь между тем, чем мы с вами здесь занимаемся, и этой заповедью, не прелюбодействуй. А что такое прелюбодеяние, кто-нибудь знает? Ну, измена. Измена кому-кому? Ну, сейчас мужа женит, там, жене мужа, мужа женит. То есть, это супружеская измена, да? Ну, и что же является прелюбодеянием. Вот есть слово похожее, тоже с таким предлогом «пре». Предательство. Преступление. Пре. Человек что-то переступил. Он вышел за грань. Он вышел из области жизни и вошел в область смерти. Вот это «пре». Он совершил этот заступ. Знаете, как спортсмены, которые прыгают в длину. Бежал, 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 бежал. Хотел прыгнуть, рекорд установить. А раз и заступ. И он полетел куда-то, а это уже не счетово все. Там уже все обнулили, уже все разошлись. Пока он летел, все уже разошлись, никому не интересно, что будет дальше. Он приземлился, а ему говорят «извини, дружище, заступ, ты переступил». Вот так человеческая жизнь. Мы вроде бы намереваемся жить, жить, жить. Хотим чего-то достигать, каких-то успехов. Счастливыми хотим быть. Получать удовлетворение от того, что мы живем, что хорошо нам. И Бог, который дает эти заповеди, он говорит «да-да, вы здесь как раз для этого. Только, пожалуйста, не переступайте вот эту черту. Не заступайте за нее. Потому что, если это произойдет, то, что бы дальше ни было в вашей жизни, как бы она ни развивалась, может быть, даже вам здесь будет и хорошо. Это будет нищетово. Это будет зря. Поэтому Бог так устроил, что хорошо нам не будет. Чтобы мы быстро сообразили, что мы совершили заступ и смогли что-то исправить. Так вот, эти заповеди, которые начинаются с «не», такие категоричные, они про эти заступы, чтобы мы эти заступы не совершали. Чтобы мы не совершали преступления, заповеди. Ведь само слово «преступление», оно возникло из-за заповеди. Мы переступаем через заповеди. Не через статьи Уголовного кодекса, хотя через них мы тоже переступаем, а через заповеди. Поэтому мы становимся преступниками. И в корне слова «прелюбодеяние» — «любовь». Основа этого слова — «любовь». «Прелюбодеяние» — это преступление против любви. А «любовь» — это единственное, что делает человека здесь счастливым, и что обеспечивает ему жизнь вечную. Поэтому, когда Христа спросили, какая самая главная заповедь для нас, Он сказал, вот эту двуединую заповедь назвал про любовь. Первое и наиважнейшее, — сказал Он, — это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим. И второе, подобное ей, — возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этом весь закон, то есть вот все эти десять заповедей и пророки. А пророки — это, простите, тысячелетие истории народа Божьего. Все про любовь. Любовь — это сердцевина человеческой жизни. Человек — это образ Божий, а Бог есть любовь. Значит, мы должны реализовать в себе именно это качество. А иначе наша жизнь здесь оказывается бессмысленной. Нас Бог сюда привел для этого, чтобы мы достигли этого состояния своего Духа, чтобы мы хотя бы приблизились к тому, что переживает Бог по отношению к людям, к нам. А Он нас только любит и все, больше ничего не делает, только любит. И все, что с нами в жизни происходит, с каждым отдельным человеком и со всеми людьми вместе, вот даже сейчас то, что происходит в мире и в нашей стране, — это все она. Божественная любовь и божественная педагогика. Вот так Бог любит нас, так заботится. Нам это не нравится. Как сыну может не нравиться то, как воспитывает его отец. Когда не дает ему поджигать полный коробок спичек. Там может так прилететь. А это все любовь. Отцовская была. Вот сейчас нам всем прилетает. А мы что-то не можем понять, что такое, что я такого сделал-то. Все же нормально было. Жили же нормально. Все. Ели, пили. Ипотеки брали, кредиты брали в банке. Там бизнес, то все. Жена, дети, машина, паркинг или гараж. Работа постоянная. А сейчас как-то все это под вопросом у очень многих людей. А это все она, любовь. Нам нужно вот это все увидеть. А как нам это все увидеть? Вообще, как вообще возможно научиться любить? И вот для этого Бог создает человека. Послушайте. «И создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. И оставит человек родителей своих, прилепится к жене своей, и будут двое одноплодь. Вот так. Только так. Чтобы каждый из этих двух частей человеческой природы, мужчина и женщина, достигли этого состояния любви, они должны соединиться вместе. И быть все время вместе, как одно целое. Не так, как мы сейчас живем. Когда женщина изобретает способ, как своего мужа-алкоголика отравить. Что ему подсыпать? Какую вострихнину? Водку? Потому что уже изнемогает от него. Ну или вообще от бесконечных ссор, скандалов, выяснений отношений. Люди изнемогают, когда они, мужчины и женщины, соединяются вместе. Нет, любить. Для того, чтобы любить. И вот эта полнота человеческой природы, когда мужчина и женщина вместе, это единственная норма человеческой жизни. В раю не было никакого монашества. Монашество это уже результат грехопадения. Это когда человек совершает подвиг вот такой. И отказывается от себя самого ради Бога. Даже от того, с чем сопряжена семейная жизнь. Бог дал такую возможность. Но для подавляющего большинства людей эта заповедь да будут в плоть едину, когда уже не двое, а одна плоть сохранится до конца времен, до второго пришествия. Поэтому мы к этому все стремимся. Ну, разве не так? То, что мы разнополые, мы обнаруживаем рано. Достаточно. Сейчас вон 11-летние, 12-летние девочки начинают сожилиствовать с какими-нибудь лицами противоположного пола. Мальчики очень быстро возвращаются. Если я помню, лет 15 назад одна мама мне рассказывала «Захожу в спальню нашу с мужем, а там сидит наш пятилетний сын и листает эротический журнал, который он нашел под подушкой у бати своего, у отца. Она говорит «Я зашла и обомлела». А он только значит там раз это все листает. Она говорит «Сынок, где ты это взял?» Он говорит «Мам, а тетеньке не холодно?» Конечно, он ничего не понимает. Он еще не созрел. Это вот у мамы там это вызвало ужас. А у ребенка нет. Он еще не дозрел до этого. Он еще не почувствовал на себе энергии пола своего собственного. Когда-то почувствует. Сейчас-то уже наверное почувствовал. Как говорят святые отцы и ад и земля и небо внимательно смотрят на человека, когда в нем просыпается пол. Потому что от этого зависит все. Либо он достигает любви, ради которой он сюда пришел. И значит жизни вечной, для которой Бог его задумал и создал. И здесь он счастлив. Либо он погибает. потому что это может и погубить человека. губит людей в огромном количестве. Вот уж где самоубийственный образ жизни таится. В нашей собственной природе. Пол это в человеке самое главное. Это главная характеристика человека. Пол. Сейчас билет когда покупаешь на самолет в интернете, попробуй не заполнили графу пол. Билет не дадут. Потому что неизвестно кто ты. Мало ли что ты там написал фамилия, имя, 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 год рождения. Не, пол. Поэтому если вот в эту самую важную часть нашей личности, в ее сердцевину проникнет какая-нибудь порча, какая-нибудь инфекция, в основном конечно духовно-нравственная инфекция, то тогда начинает страдать вся личность человеческая и рушится вся жизнь. Поэтому сейчас так непопулярно вот это слово целомудрие. Целомудрие это внутренняя целостность и личностное неприкосновенность. Представляете, как классно! Чем может быть человек? Он может быть внутренне целостной личностью, целым, исцеленным. В нем все есть и все правильно сопочинено одно другому. Он исцелен, он здоров. и личностное неприкосновенность. От меня отлетает все вредоносное. И руки похотливые тоже, в том числе и мои собственные. Это высочайшее качество человеческой личности. Это признак зрелости человека, он дозрел до этого. и безопасности. И залог его личностного развития бесконечного. Вот это состояние. Да. Как себя правильно согласовать, что Бог создал мужчину и женщину, но в то же время, допустим, отцов, там, читаем, и там такая мысль, что герство, это наиболее угодное Богу. Паш, я про это сказал, вот, в начале. что это результат грехопадения. Апостол Павел призывает к девству уже людей падших и грешных. И это далеко не для всех. Вот таким был сам апостол Павел. Вот когда ты на вершине стоишь, эх, ребята, как жалко, что я не могу вот вам, там, внизу находящимся, показать то, что я сейчас вижу. Что мне открылось, Боже мой. ну расскажи, да не могу, ну не могу, вам это надо видеть. Поэтому он говорит, я жалею тех, кто вступает в брак, потому что это связано со скорбями. это очень непростое дело соединиться мужчине и женщине. Это подвиг, это серьезный труд, на который сам человек бывает просто неспособен. Так это тяжело бывает, построить семью. А если вот как апостол Павел, как ему было это дано, а он ведь был вознесен, как он сам сказал на третье небо, помните, и видел там глаголы неизъяснимы, как он сам сказал, и до того, как сказал, он 14 лет молчал, он не знал, что сказать. вообще, как об этом рассказать, не знаю. Так вот, мы постепенно, шаг за шагом, создав семью, поднимаемся на эту вершину, постепенно, вместе, обязательно вместе. Создавать семью, это уже многовековая традиция, почти у всех народов. все народы, даже языческие народы, которые вот этих заповедей не знали, они догадались, что мужчина и женщина должны быть вместе, они все потомки Адама. И что нормальная человеческая жизнь, какое-то счастье, удовлетворение, продолжение рода, оно возможно только, когда мужчина и женщина вместе. И христиане тоже. Но христиане обнаружили в семье нечто гораздо большее. Цель семьи это достижение жизни вечной. Вот чем христианство отличается от всего остального? Оно не про земное, оно про небесное. Христианину собственно здесь на земле ничего особенно не надо. он весь устремлен туда. Ему открылось то, что не может открыться больше никому. Это открывается только тому, кто пошел за Христом. А где Христос? Не подскажете? Где он сейчас? Он на небесах. Он вознесся и находится одесную Бога Отца. Вот это наш путь. Христос говорит, я есть путь истины и жизни. Это наш путь, нам туда. И если мы что-то перепутали, кто-то нам перевел стрелку, или мы свернули на тот поворот, все, мы уехали не туда. И мы семьи уже создаем не для этого, а для чего-то другого. И работаем мы уже не для этого, а для чего-то другого. Уже мы здесь что-то себе строим какие-то шалаши и стараемся здесь устроиться подольше и посытнее, и побезопаснее. Нет, христианство не для этого. И не про это. Христианство про жизнь вечную. И христианская семья, она про жизнь вечную. И для нас с вами вот эта заповедь имеет отношение именно к ней, к жизни вечной. Супружеская измена для христианина это отказ от жизни вечной. В этом преступление. Потому что достичь жизни вечной можно только через любовь жены к мужу. Мужа к жене. Мы для этого разнополые. У нас есть все, чем мы можем любить друг друга. Чем мы можем восполнять друг друга. Мы две части одного целого. Если у нас это получилось, то тогда мы любим друг друга. Самозабвенно любим друг друга. Кто переживал что-то подобное? О! христианство 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 говорит, что человек сам счастлив только тогда, когда он забывает про себя ради другого человека или ради других людей. если человек не преодолел своего эгоизма, если он еще самолюбивый и занимается самообслуживанием за счет других людей, то это самое несчастное существо. Он никогда не переживет состояние любви, для которой его сюда Бог привел. Ну пожалуйста, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Поженились? Ну будьте счастливы. Совет вам до любови говорят, да? Счастья вам! Живите в мире, любите друг друга. Обязательно на свадьбе найдется кто-нибудь, кто скажет, умейте терпеть друг друга, умейте уступать друг другу. Прощай! А что, проблемы будут? Надо будет уступать? Кто-то будет наступать, а я должен уступать? Я должен терпеть? А что, какие-то проблемы будут у нас? Так в том-то и дело, что в брак вступают два эгоиста, два себелюбца, два самодовольных, самонадеянных гордеца, потому что других людей нет, все люди такие. И что они будут делать вместе? Ну, будут проблемы. и все то, что их привело в брак, что они называли любовью, иногда любовью с первого взгляда, оказывается, это вовсе не любовь. Оказывается, это был их переодетый эгоизм. они любви еще никогда друг другу не испытывали. Потому что как только они начали жить вместе и где-то на одной территории пересеклись их интересы, они обнаружили, что они друг друга не любят. Они обнаруживают, что один для другого становится невыносимым, он противный, она противная. Где были мои глаза? Как я могла выйти замуж за такого дурака? Где я ее нашел? И начинается прелюбодеяние. Сразу же начинается прелюбодеяние. Еще до любви не доросли, а уже сошли с дистанции. Задача была достичь любовь, через которую люди спасаются для жизни вечной. Потому что соединяются с Богом по схожести с Ним, потому что Бог есть любовь. А они на первых же метрах этой дистанции отказываются от этого. Это уже супружеская измена. Мы то с вами думали, что это когда муж переспал с другой женщиной, что ли? Сходил налево? Нет, это очень отдаленные последствия. Это уже осложнение вот этого основного заболевания. супружеской неверности. Христиане обнаружив, что люди сами, предоставлены сами себе, не могут соблюдать супружескую верность, вот такую, друг к другу, они на себя перестали рассчитывать. И они правильно поняли призыв Христа, который сказал, без меня не можете делать ничего. И они поняли, что семью без Христа не построить, не научиться любить другого человека, это невозможно без Христа. И тогда семейная жизнь, соединение мужчины и женщины в христианстве начинается с взаимной просьбы двух претендентов на мужа и жену, когда они в церкви изъявляют свое слабое человеческое намерение стать супругами в таинстве браковинчания. То есть люди в норме они уже на начальном этапе на себя не рассчитывают. Они понимают, что им не дойти до финиша. Это для них нереально. степень поврежденности человеческой личности грехом такова, что это нереально. Это и раньше было нереально и сейчас нереально без Бога. Но мы имеем этот призыв к любви, потому узнать, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Если мы откликнулись на эти заповеди и пошли за Христом, все, нам нельзя сворачивать. Нам нужно обнаружить, что мы сами этого не достигнем и просить помощи у Бога. А иначе мы будем прелюбодеять. Обязательно вот с первого же дня семейной жизни. Потому что у меня изначально нет намерения этого человека терпеть, принимать его таким, какой он есть, смиряться с его слабостями, недостатками или пороками какими-то и уж тем более прощать. Вот этого я простить не могу, извини, нет, я не так воспитан. Но тогда все. как сейчас он размещает всякие карикатуры в интернете лето кончилось и чего ну и все вот так и с семейной жизнью нашей вот и все и дальше просто жди как как будет разваливаться эта семья как это будет выглядеть это будут взаимные претензии конфликты жалобы друг на дружку своим родителям жалобы на родителей обиды раздражения злоба ненависть желание отомстить подружки прямо так скажут а ты ему отомсти вот ты поди и отомсти ему и мстят друг дружке подозревают друг друга я же сам неверный я же знаю что я неверный при первой возможности я это сделаю так она такая же наверное и мы не доверяем друг другу подозреваем ищем и находим кто ищет тот всегда найдет у мужчины это больше им характерно может развиться настоящий бред ревности болезнь когда человек уверен на сто процентов что жена ему изменяет он не получал ни одного подтверждения этому совсем это его предубеждение которое идет впереди ума а ум его обслуживает и его невозможно разубедить бред это когда человека невозможно разубедить и если начать его разубеждать то он включит тебя в структуру своего бреда и будет считать что либо она с тобой ему изменяет либо ты сутенер сводник вот это то на что мы сами способны мы на много чего способны еще не только на это мы можем поняв что мы друг другу малоинтересны мы друг другу надоели мы можем просто вступить в такой сговор иногда даже негласный который означает ну ладно давай ты своей жизни живешь я своей ты в этой комнате живешь я в той сейчас разводиться невыгодно у нас там ипотека и какие-то договоренности и мне по службе нельзя понимаешь у меня должна быть семья или что-то в этом духе да просто лень это хлопотно очень давай так ты живешь своей жизнью я своей и мы очень часто видим эти сепаратные сговоры когда они в гостях вместе приходят на какие-то торжества на те же свадьбы чужие приходят вместе сидят только почему-то по разные стороны стола она их да и вместе рядышком а так-то они уже давно не муж и жена у них уже есть другие связи другие супружеские отношения вот это все прелюбодеяние оно вот такое многоликое оно такое подлое по-предательски вот это супружеская неверность это та человеческая немощь в которой человеку очень трудно себе признаться что я неверный супруг я не могу не прелюбодействовать ведь если бы хоть один человек мог не прелюбодействовать разве появилась эта заповедь ну вот он верный супруг вот посмотрите как надо видите все остальные просто лентяи не могут вот человек смог значит это возможно человеку нет невозможно человек это прелюбодей Христос нельзя называет нас и своих современников родом неверным и прелюбодейным потому что все такие это фундаментальное свойство падшей человеческой природы и вот такие люди вступают в брак они еще хотят быть мужем и женой это чудо само по себе хотя сейчас все меньше и меньше сейчас все больше у нас становится модным не выходить замуж и жениться а так пожить попробуем ничего какие проблемы посожительство назовем это гражданский брак и поживем пока они не муж и жена а просто тешат свой блуд у них может и не быть особых претензий друг к другу вот эта готовность как вот у нас здесь у тех кто приезжает на месяц они уже с первого дня на старте если что-то тут не так ну я месяц потерплю а потом и домой так и в гражданском браке так называемом меня ничего не держит у меня никаких обязательств нет я свободный человек обычно так думает мужчина женщине особенно вот в нашей культуре свойственно даже при таком варианте совместной жизни считать себя женой она очень хочет быть женой в женщине это очень сильно быть женой то есть быть замужем за мужем как за каменной стеной женщина без мужа это ненормально вот патриархальное общество они до сих пор сохранили это представление это было и в христианстве это сейчас есть в исламе и в традиционном иудаизме женщина без мужчины это не самостоятельное существо оно либо с отцом либо с мужем это существо когда женщина существует отдельно это патология это ненормально она так задумана Богом конечно христианство дало свободу женщине она считается в христианстве равночестной мужу но каждая женщина христианка хочет быть замуж это очень сильно это в природе женщины заложено может быть это единственное вот такое природное свойство у человека которое сохраняет человечество как таковое вот это стремление женщины быть замужем поэтому мы чаще видим супружеские измены со стороны мужчин чем со стороны женщин хотя и святые отцы нас предупреждают если женщина развратится никому не спастись уж если женщина развратится то все туши свет закончится семья закончится нация закончится цивилизация человеческая вот мы сейчас это видим происходит на наших глазах так вот это нам нужно с вами понять что мы с вами мужчины и мы призваны с вами не просто создавать семьи а сохранять супружескую верность для достижения любви мы должны своих жен вытерпеть дай бог чтобы они нас тоже вытерпели мы должны за них домолиться мы должны их допрощать допринимать их такими какие они есть со всеми их слабостями в этом человечество мужская сила чтобы брать слабую женщину и нести ее по жизни со всеми ее недостатками прощать ее женские слабости всегда как она покрывает нам нашу глупость иногда и нашу твердолобость она смягчает все и мы должны с вами понять что нам самим этого не сделать у нас это не получится ну кто-то может быть из вас уже пытался это делать до реабилитации наверняка уже сами в этом убедились что здесь точно без бога не до порога мы должны построить семью с божьей помощью вот тогда мы достигнем высочайшего христианского идеала любви мы должны сделать женщину счастливой женой и матерью главенство мужчины в семье оно выражается в этом когда я беру на себя ответственность за свою жену и за своих детей перед богом если бог меня наделил этой должностью это не мужчина придумал что он глава семьи это бог его наделил такой должностью то мое главенство заключается в том что я первый стою перед богом на страшном суде за мной идут моя жена и мои дети и за все что с ними здесь происходило буду нести ответственность я я да каждый человек конечно будет за свои грехи отвечать но если я отец семейства то мне отвечать еще и за мою жену и за моих детей супружеская измена это то что разрушает брак окончательно когда наша неверность одного супруга другому она отлилась во все формы какие могут быть в том числе и в телесную и вот это вот телесное соединение мужчины с женщиной это не простой половой акт как у сучки и кобеля на улице нет у людей это носит такой сакральный характер человек существо духовное и он соединяется с другим человеком не только телом но и вообще всем что есть мы во время полового акта обмениваемся не только физиологическими жидкостями но и всем своим душевным и духовным материалом в том числе и греховным и потом все это приносим домой если это случилось он это все принес домой так вот если супружеская измена во всей полноте произошла вот так вот даже телесно то тогда брак считается уничтоженным его просто нет и второй супруг имеет полное право на официальное расторжение этого брака потому что его и так нет расторжение брака после прелюбодеяния это просто констатация факта что семья отсутствует и больше нет но нет такого греха который бог не простил бы человеку и у супругов то же самое нет такого греха который я не простил бы своему супругу в том числе и супружескую измену если изменник уврачевал этот грех покаянием перед богом в церкви то тогда бог может восстановить эту семью в лучшем виде в лучшем чем она была каждый супруг вынесет из этого события свой урок и задумается над тем как он живет и как это изменится если нет покаяния и люди чужды вот этого образа жизни который мы с вами воспринимаем то тогда семью восстановить невозможно это будет постоянная кровоточащая рана семья это живой организм и супружеская измена это серьезная рана которую мы наносим этому организму и он теряет кровь и в конце концов умирает от кровопотери если эта рана не залечена ее залечить можно только покаяние перед богом ее залечивает только бог мы сами этого врачевать не можем я могу об этом сожалеть могу волосы рвать на себе дурак я такой зачем я тогда так напился что ничего не помню но если это будет не покаяние перед богом в таинстве исповеди то это ни к чему не привезет как и во всем остальном мы же с вами знаем человек сам себя исправить к лучшему не может ему это не дано мы можем только портиться и в общем-то человек с первого до последнего дня своей жизни здесь на земле если он предоставлен сам себе он только портится и больше ничего когда-то и тело его тоже утратив жизнь испортится окончательно лучше человека может сделать только тот кто его задумал и создал ну человек это божественный проект и исправить свое же собственное изделие может только тот кто его сделал что-то поправить что-то восполнить что-то заменить или как мы говорим перезагрузить перепрограммировать это может только тот у кого есть программное обеспечение у нас его нет и супружеская жизнь не исключение даже я бы сказал наоборот именно супружеская жизнь высвечивает перед нами все наши собственные недостатки все то что подлежит уврачеванию с божьей помощью перед чем мы сами бессильны я не могу терпеть человека не могу сколько мне не говорили что терпи 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 я не могу не могу и все где взять и мы говорим и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить сначала терпеть прощать потом любить нам любви не видать как собственных ушей если мы с божьей помощью не научимся терпеть и прощать а ну поди прости супруга изменника или супруга который тебя оскорбил унизил ударил предал бросил тебя с тремя детьми пойди попробуй прости мы какого-то колкого слова в свой адрес простить не можем даже намека даже взгляда на мужчину если бы жена посмотрела как-то так на какого-то мужчину или муж на женщину все они месяц не будут разговаривать не смогут простить а че ты пялился на нее сидел тогда вот иди к ней мы очень слабые очень неустойчивые и семья это школа обретения вот этой устойчивости поэтому Бог так уберегает нас от этой катастрофы которая может произойти с каждым человеком в семье не прелюбодействуй да терпи да молись мне предоставь себя я все это сделаю я тебя сделаю таким верным супругом я тебя сделаю тем за кем твоя жена будет замужем как за каменной стеной мне себя доверь на себя не рассчитывай у тебя ничего не получится у самого хочешь попробовать ну давай пожалуйста и у нас на 100 браков 75 разводов в России если не больше сейчас это старые цифры мы не можем создавать семью строить ее мы не можем нам нечем сейчас вот едешь иногда в крупном городе каком-нибудь висят эти плакаты сколько должно еще умереть чтобы ты привился сколько должно еще разрушиться семей чтобы мы поняли что мы без бога семью создавать не можем чтобы ты воцерковился а вот мы же здесь не просто все эти наши страсти шприцы бутылки мы перед нашим семейным мы перед женами в прелюбодеянии получается тоже форма повинны в этом это же тоже прелюбодеяние ну совершенно верно если я вместо того чтобы быть мужем вместо того чтобы сделать жену счастливой не боящийся рожать детей живя со мной доверяющий мне я своим пьянством наркомании или чем-то еще там какими-нибудь своими игровыми зависимостями компьютерными когда я сутками в интернете сижу не вылажу оттуда не обращая внимания на жену я ее по сути дела бросаю на произвол судьбы я прелюбодей это преступление против той любви ради которой нас Бог с ней соединил я прелюбодей настоящий не надо думать что я же на лево не хожу ну выпил я да чтоб я водку на бабу променял да никогда нет это меня не оправдывает не не избавляет меня от этого приговора я прелюбодей если женщина со мной несчастна я виноват в этом я в этом виноват я вот за эту женщину которую мне Бог дал а уж тем более за ту женщину с которой меня Бог соединил в таинстве брака венчании и мы с ней вместе давали брачные обеты ох я за нее отвечу перед Богом если я свои брачные обеты нарушил как я обещал там любить то и относиться к ней в таинстве брака венчании брака венчании там какие нам образы ветхозаветные приводятся с точки зрения христианства семья это через быть чайно высоко тайна сия велика есть говорит апостол Павел это на самом деле это величайшая тайна семья мы будучи мужчинами мужьями и женами родителями мы до конца таки не понимаем что с нами в семье происходит насколько это все для нас важно наше супружество и наше родительство мы видим только вот поверхность вот жена там дома сидит ужин готовит дети орут надо книжку почитать им перед сном с женой поговорить а вот если был брак первый он был венчан но потом долгое время ну разошлись люди развелись он был не развенчан а потом все-таки как бы произошло развенчание то есть все официальная епархия развенчала людей этот брак как теперь надо пойти чтобы покаяться или кто развенчал а епархия мне показалось партия ну во-первых епархия ничего не развенчивает таинство оно совершено и что бог соединил то человек никогда не разлучит церковь она констатирует нарушение супругами брачных обетов все семьи нет церковь это констатирует это не развенчание у нас нет такого таинства развенчания и поэтому то что с нами произошло произошло в таинстве браковенчания это будет сопровождать нас в вечность и мы придем на суд вместе с венчанным супругом с кем мы венчались раньше и за свои брачные обеты мы будем давать богу ответ обязательно поэтому если мы не хотим оказаться отлучены от бога мы должны через покаяние уврачевать этот грех здесь всеми средствами какими это возможно если мы оставили супругу и она в чем-то нуждается мы должны компенсировать ей наше отсутствие обязательно она не должна ни в чем нуждаться не могу ничего сказать во-первых это вопрос такой уже не ко мне я могу общее положение рассказывать а вот что происходит когда люди вот так себя ведут это вопрос духовнический вопрос исповедь и я здесь ничего не могу сказать я понимаю то что алкоголь наркотики это прелюдия к супругу к семье а если человек в работе отдается в то же время не убивает работе ради семьи и тоже у нее получается другому члену семьи это не нравится он тоже чувствует что он обделен от человека но он старается для семьи вроде как для детей сейчас ты вопрос задаешь я вспомнил фильм офицеры когда муж офицер он солдат его раз отправили в Испанию перевод перед Великой Отечественной войной была там такая история когда наши были командированы в Испанию чтобы там воевать они там находились месяцами отсутствовали дома жена с детьми как бы брошенная но это считалось подвигом точно так же как геолог вот он ему нужно выезжать искать полезные ископаемые для своей страны он бросает семью в командировку едет его послали он не сам это не человек с бродяжническим инстинктом который иногда бывает у людей зависимых его послали он в командировке находится вот поэтому здесь тоже все не так просто бывает так что человек на работе прячется от семейных проблем да и оправдывает отсутствие дома тем что он занят но вот всю эту существенную разницу которая не видна людям видит Бог и потом все тайное станет явным чем занимался муж в командировке только ли он искал полезные ископаемые и воевал с врагами ну да вот это наше отсутствие терпения о котором я уже говорил оно отливается вот в такие самые разные формы чтобы не терпеть чтобы не приходилось терпеть как Высоцкий пел приезжу приду домой а то там ты сидишь это терпеть невозможно зимой невозможно не так и вот и 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 Субтитры подогнал «Симон»